доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые коллеги сейчас на данный момент вы видите на своих экранах патопсихологические методики которые имеют и предлагают приобретению научно-практический центр акме буквально недавно общался с коллегами со многими вообще общаюсь людьми и к своему удивлению обнаруживаю что люди понимают что такое тесты какие-то пробы еще что-то компьютеризированные методики все на это смотрят все этим кто-то восхищается кто-то не восхищается неважно но для многих вот тесты да являются вот это слово тесты некая такая вот харизма в этом во всем звучит это все понятно естественно в этом видео я тоже затрону их но я должен сказать о самом важном на мой взгляд явлении вообще существует как вы знаете в мире разные языки каждый язык имеет свой алфавит вот русский алфавит да а б в г д е е ж з и так далее соответственно в психологии тоже существует свой алфавит я хочу сказать следующее очень многие люди мне задают такие вопросы я хочу сказать на своих экранах вы сейчас видите алфавит психологический можно восхищаться ммпи кт у иска нервно-психической устойчивостью методиками бланковыми или реализованными каких-то программных продуктах и так далее но не зная и не путь не используя не пользуясь тем что вы сейчас видите я буду очень резок своем суждении своем высказывание об этом уже говорил но повторюсь еще раз психолог не может быть психологом называться психологом иметь такой статус если он не знает алфавита психологического вот этих самых а б в г д е е ж з и к л м н и и так далее так вот на ваших экранах сейчас психологический алфавит это те методики которые должны использоваться при любой будь то медицинской диагностики там в плане клиники будь то психовизиологической диагностики обязательно не должны использоваться это те методики пробы реакции которые дают больше информации больше основания для постановки и понимания постановки диагноза и понимания человека нежели все остальные какие-то тестовые методики имеется в виду mmpi к телу иск а я готов продать за пиктограммы на вот эта самая методика пиктограммы или же допустим исключение предметов по заигарник вот mmpi ничто по сравнению вот давайте я выделю ничто по сравнению вот с этими тремя методиками без знания и обладания знания без обладания знаниями об этих методиках как они работают что они диагностируют каким образом они диагностируют нельзя переходить к работе с таким методикой как ммпи уиска ктл нп унп и так далее и тому подобное всего их немного всего их 33 и не сейчас все на вашем экране они копеечные эти методики наше время ну что 700 рублей да то есть там полторы тысячи даже пускай красно-черная таблица горбова или исключение предметов по заигарник но это в магазин один раз зайти вот тысячу рублей полторы две работать без пиктограмм без исключения предметов без классификации вот она классификация предметов самая лучшая и точная патопсихологическая методика для оценки в оценке мыслительной деятельности человека и вот обратите внимание вот здесь циферка 1 здесь циферка 33 сложный ассоциативный эксперимент давайте я вам покажу далее вот собственно вот эти методики это алфавит алфавит любого психолога не знаете не умеете работать с элементарной методикой запоминания 10 слов вы не психолог вы не имеете права носить такое гордое название соответственно тоже самое у нас имеется методики те же самые только детской диагностики понятно о чем идет речь то есть обратите внимание вот есть исключение предметов по заигарник взрослый вариант и есть исключение предметов для разных возрастов значит детские варианты этих методик вот детские варианты те той же эмоционально-волевой сферы ровно как и здесь эмоционально-волевой сферы работаете с детьми с какими-то возрастными факторами учитываете их своей работе соответственно берете эти методики работаете со взрослым контингентом берете и работаете с этими методиками качественными патопсихологическими клиническими медицинскими методиками и только после этого узнав что есть буква а в виде таблицы шульте или таблицы горбова или допустим 10 слов 12 предметов заигарник и так далее вы можете переходить и начинать работать со всем спектром тестовых методик то есть тесты это лишь напластование над тем что я вам сейчас показывал вот эти самые патопсихологические методики вот у нас тоже самое идут вот эти тестовые методики большее количество их невозможно использовать то есть вот это проверенное временем автоматизированные методики разные варианты почитаете сами зайдете на сайт чем отличается флеш версия от допустим максимальной версии mpi тут уже в но из названия понятно что программа работает непосредственно на флешке то есть такая портабельная версия как говорят наши программисты в npc к мы ну и соответственно вот у нас основа основ тут понятно за спектр с помощью него мы формируем наше заключение по любым обследованиям а слпфо и так далее но речь сейчас тут бланковые методики невозможно дать пациенту mmpi на компьютере нет у вас компьютера или пациент в каком-то под остром состоянии там только вышел из острого состояния да только его с отвязали от кровати да соответственно там несколько дней прошло врач психиатр направляет медицинскому психологу на эпи на экспериментальное психологическое исследование и значит он может ему предъявить допустим бланковый вариант потому что там может быть какой-нибудь бред преследование человек думает что ему там в компьютере что из компьютера что-нибудь внушают или следят за ним через этот компьютер поэтому дается бланковая версия этой методики mmpi но это все только после того как испытуемый человек в клинике или где-либо еще прошел как раз на черную таблицу горбова вы поняли как у него дело обстоит со вниманием память мышление все вот это все вот эти ктл и mmpi хотя ммпи это свет в окошке да то есть это единственная по сути своей методика которой можно и нужно работать которая действительно работает вот это все свет в окошке только после того как человек медицинский психолог получил информацию по бланк получил информацию по качественным методикам провел сначала простые аналоги исключения предметов там и так далее так далее так далее в зависимости от подозрений на какую-либо нозологию и только после этого мы переходим и радуемся что мы проходим даем ммпи будь то на бланке или на компьютере вот когда иногда бывает такое называют тестологи кто говорит тестологи тот во первых сам не понимает о чем идет речь мы тестами не занимаемся тест это лишь одна десятая часть от всей области клинической или психологической диагностики вот ммпи да это тест шульте уже проба дембор убинштейн проба мы не тестологи мы никого не тестируем мы обследуем или исследуем а тест как таковой вот или автоматизированный компьютерный или бланковый этот же этот же тест он лишь одна десятая часть он лишь инструмент и какой-то один инструмент из десятков инструментов которые доступны специалисту который проводит исследования диагностику в целом или экспериментальное психологическое исследование или психологическое обследование ммпи ничто классификация все вот этот ммпи который да вот здесь вот березина на 377 утверждений собчиковский на патологии не работает на пятьсот шестьдесят шесть вопросов 373 70 минимульт это вообще руки оторвать голову оторвать кто вообще запустил такую методику она абсолютно не рабочая но это уже отклоняюсь от темы одним словом пиктограммы исключение классификация существенные признаки это все а ммпи это ничто по сравнению с ними поэтому не надо обижать людей занимающихся диагностикой они ни в коем случае не не тестологи это вообще обидное слово да она не отражает во-первых говорит о том что человек который так произносит это словосочетание вообще ничего не понимает диагностики сто процентов не понимает говоря а вы тестологи да ты сам тестолог ничего не понимающий а люди которые это слышат специалисты грамотные специалисты они понимают о чем идет речь ммпи ничто классификация это все зная алфавит патопсихологический вот эти методики диагностики внимания памяти мышления речи эмоциональной волевой сферы он понимает о чем идет речь и и ими надо прежде всего работать индивидуально если это как-то происходит индивидуально да если это какая-то психологическая диагностика групповая на предприятии когда там речь идет о культуре безопасности человеческого фактора да мы применяем методики прежде всего тестовые имеется ввиду ммпи кт луиск и так далее но задавать мне вопросы и говорить виктор николаевич нам нужен ммпи я спрашиваю вообще с классификации предметов работаете не горят а я что это ну все для меня эти люди они пропали как психологи вот так вот если быть кратк кратким пожалуй все просто накипело немножко да потому что постоянно сталкиваюсь с таким явлением что люди не знают основы основ и начинают значит покупают у нас расскажите продайте нам ммпи ну хорошо но мне за державу-то обидно что им надо ммпи а классификацию исключения лишнего слова они не слышали не знают вообще как вы учились господа на втором курсе института все это преподают и рассказывают учат алфавиту психологическому и вы работая много лет вдруг мы сталкиваемся с тем что у людей нету не векслера не классификации не существенных признаков не ассоциативного эксперимента крупные институты иногда с этим сталкиваются да они вообще непонятно как работают вы лоши положим ммпи они понимают что ммпи это ммпи это четыре больших буквы и у них нет в наличии алфавита то есть они читать не умеют а пытаются что-то понять психики человек мы же не методику описываем ммпи мы описываем человека которого видим благодаря этим тестам методикам это вот как фильме да человек дождя там человек невидимка он невидим его поймали в тот момент кто помнит кто знает кто смотрел этот фильм его поймали задержали как угодно на него стали капли падать дождя вот в этих каплях даже до дождя чик невидим к стол и видим то есть каждая капелька это отдельная методика и эти методики чем больше дождь до чем больше капель на человека упало тем он становится виднее его можно увидеть не увидеть его надо им можно увидеть не только с помощью ммпи там котелло и так далее но и с помощью и И прежде всего с помощью вот этих качественных патопсихологических методик. Исключение предметов, классификации и так далее. Вот о чем идет речь. Надеюсь вы меня поняли. Надеюсь это видео, я его как бы актуализировал, эту тему еще раз поднял. Потому что периодически это все возникает. Я надеюсь у вас возникнут какие-то вопросы. Ставьте под этим видео лайки. Задавайте, не бойтесь мне вопросы под этим видео, не стесняйтесь. И соответственно пишите мне на электронную почту. Помогу, расскажу, поясню все, что вас будет интересовать. Все вопросы поясню. Их немного. Этих методик. Это алфавит. Вот о чем это видео. Спасибо вам за внимание. И удачи вам.